Привет, Созидатель! Сегодня расскажу, как написать сценарий для видеоролика. Сегодня мы разберем на примере создание одной видеопрезентации, которая делалась в стилистике инфографики. Если вы хотите написать текст, упаковать смыслы для продвижения вашего продукта, бизнеса, компании, проекта, видео будет очень ценным и полезным, смотрите до конца. Делаю по просьбе подписчиков. В начале я расскажу о теории, об истории, как мы этот ролик создавали, о тех шагах, которые делали при создании ролика. И плюс буду сразу рассказывать об ошибках, лайфхаках. И ближе к концу мы эти видеоролики посмотрим с остановками, с дополнительными тоже комментариями. То есть вначале, как мы к этому пришли, а потом уже увидим результат. Если вам нужна помощь в создании сценария к видеопрезентации, рекламному ролику, ну или создании видеоролика под ключ, можете перейти по ссылке в описании на сайт, посмотреть примеры работ или сразу же написать в один клик в WhatsApp. Давайте пробежимся по этапам. Самое главное, первое, и это была наша ошибка, это определение цели и целевой аудитории. Цель мы вроде как сформулировали, а вот целевая аудитория, мы определили 4 сегмента, и из них 2 было, конечно, основных, но текст ролика изначально был заточен с информацией для всех сегментов. Получилась такая полная каша. Вообще создание видеоролика, оно требуется для чего? Вот наш клиент, это была администрация Одинцовского района. Задача была упаковать их специальный электронный реестр, это такой сервис, в ролике о нем как раз будет подробно, я не буду сейчас его описывать. И этот сервис нужно было показывать на экономическом форуме в Питере, и также сделать так, чтобы он внедрен только в Одинцова, и задача, чтобы он начал распространяться по разной географии. То есть нужно о нем рассказывать высшему руководству, чтобы это было максимально понятно и просто для восприятия. То есть у них, например, было огромное количество различных презентажек с кучей текста, но когда речь идет о том, чтобы прийти к руководству, у них не будет эти полчаса или часа, чтобы вот это вот все переваривать, или тебе просто такую презентацию скинет, надо все это читать. И нам нужно сделать так, чтобы суть была понятна за 2-3 минуты, и человек заинтересовался, руководитель, и уже сам бы заходил задать вопросы, и можно было бы уже, используя презентацию, рассказать детали все остальные. Но вот это вот показать боль решения коротко и понятно, казалось не такой уж легкой задачей, как изначально нам показалось. Итак, мы поняли, что нам нужен хронометраж 2 минуты. Вряд ли будут воспринимать хронометраж больше, чем 2 минуты. По-любому надо уложиться. Мы определили то, что цель ролика, чтобы узнали о проекте цифровой реестра, также для использования на конференции. Поэтому для нас важно было также, чтобы без звука у нас присутствовали титры, и какие-то смыслы были понятны без звука. И мы сформулировали цель для заказчика. То, что оно больше связано с узнаваемостью, продвижением бренда Московской области, Одинцова, личного бренда, руководителя, кто также участвовал в развитии данного проекта. И поделиться позитивным опытом. И было разделение на несколько целевых аудиторий. В том числе это были, мы их называем общим словом чиновники. Это профили министерства, ведомства, муниципальные власти. Это как основная аудитория, в принципе, проект, именно польза проекта электронного цифрового реестра для них. На втором месте находится бизнес, есть тоже выгодные стороны для бизнеса. И также жители района, и еще несколько сегментов. Но мы как-то не придали особое этому значение, мы выделили основной. И дальше стали писать текст, я вам покажу, подо все. Когда мы четко определили цель лица, дальше идет сбор информации. Мы должны максимально погрузиться в смыслы, преимущества, тему, связанную с данным проектом. В вашем случае это лучше собрать мозговой штурм из тех людей, которые участвовали, которые знают продукт, ваш бизнес, проект. Чаще всего это основатель, создатель. И также, когда участвуют 3, 4, 5 человек, это позволяет докапываться до очень важных смыслов. И мы максимально начинаем эту информацию набирать, чтобы потом ее дальше структурировать. Для этого как раз читаем презентажки, смотрим видеоролики и все, что с этим связано. И также важно, чтобы тот человек, который проект знает лучше всего, чтобы он своими словами попытался вам рассказать или вы сами своими словами сформулировать для целевой определенной аудитории, что же вы хотите донести, чтобы это было максимально понятно. То есть мы не разбираясь в теме, первый вопрос, расскажите нам, чтобы нам стало понятно, что это такое. Потому что наверняка сейчас цифровой реестр какой-то. Что это? Боже мой. И формулировка часто от основателя идет очень точная. И плюс дополнительная информация. Следующий этап это компоновка и структуризация. Вот мы пробежались по брифу, задали вопросы, набрали огромное количество информации. Теперь нам нужно ее структурировать. Пример структуризации я покажу, как у нас был первый черновой сценарий сделан. То есть, например, у нас есть вступление, где мы просто объясняем, что это такое. Это такая комплексная система учета, торговых объектов, какие есть основные моменты, пункты, что это такое. А потом мы переходим к блоку преимущества внедрения. Причем мы преимущества объединили, как вот в брифе было, для муниципальных служащих, для чиновников, для бизнеса и для жителей. Для каждого там собственные пункты. То есть, у нас тут объединяется сразу несколько целевых аудиторий. Перечислили. Потом мы перешли к блоку 3. И есть в этой системе доступы разных уровней. На одном уровне это может каждый житель зайти посмотреть. На втором уровне, скажем, бизнес. На третьем уровне службы специальные, которые могут все это корректировать, добавлять, менять уже глубоко внутри. И здесь мы рассказали об этих трех уровнях. Сначала один, второй, третий блок закончился. Ну, все очень технически. Потом, когда мы, это все вступление практически, для чего это нужно. Потом мы говорим, а мы вам можем с помощью этого проекта, вот все то, что мы здесь рассказали, мы вам можем помочь. Анонс новых возможностей. И дальше мы только приступаем к тому, что мы начинаем объяснять, да еще куча разных причин, почему выгодно и стоит пользоваться данной системой, внедрять ее у себя в других районах, областях, городах. И здесь вот много пунктов их, аж 10, но это уже хорошо. То есть, это первый пласт ценности, когда мы структурировали, выделили главное, разбили это на какие-то пункты, удобо понятные, варимые. И желательно, конечно, чтобы они были, умещались в пунктов 5, а желательно еще 3, чтобы это как-то укладывалось в голове у зрителя. Но это уже определенная ценность. Но здесь получилась структуризация. Но в одном ролике было огромное количество информации, которая не очень сильно отличалась, например, от той же самой презентации. Естественно, она была скомпонована достаточно коротко, она умещалась там изначально в 3 минуты, но все равно это были такие искусственные сформированные блоки. Что же мы стали делать дальше? Была задача, когда мы застряли на этом этапе, определить самое главное для основной целевой аудитории. Именно на этом этапе мы стали понимать, что нам нельзя говорить для всех сразу, нам нужно четко определить один сегмент и делать видеоролик для него. Причем нам важно найти какую-то одну боль, или одну какую-то, один стержень, одну проблему, одну какую-то мысль, на основе которой у нас бы была структура всего ролика. То есть нам нужен стержень, не перечисление, а нам нужен какой-то единый стержень, мысль, и весь ролик доказывает эту мысль. И мы таким образом сначала сбор информации, мы максимально расширяли охват, а теперь мы сужаем охват, насколько это возможно. И было принято решение разбить видеоролики на 2 аудитории. Вначале мы делали для аудитории чиновники, потому что там совершенно своя основная боль, проблема. И для аудитории бизнеса. То есть они кардинально отличаются по основному смыслу, а вот бисеринки, которые нанизываются на эту проволоку в ролике, они пересекаются в середине. И чтобы не забыть, тоже важный пункт о том, что должен подумать зритель после просмотра. Очень важно тоже такой вопрос, отвечать на такой вопрос вам самим, или задавать его. И то, к чему мы должны привести зрителя после просмотра, это тоже связано с этой основной целью. И нам пришлось провести мозговой штурм номер 2, еще раз приезжать к клиенту, для того, чтобы все-таки из этого сборища информации выделить главное. И мы пытались из него вытянуть информацию, задавая вопросы, все, которые были связаны, что самое важное у вас. И один вопрос очень хорошо стал раскачивать наш мозг и мозг клиента. Вопрос, сможете сформулировать одной фразой, или одним словом желательно, то, с чем связано преимущество данного проекта. Или, в принципе, ассоциация с данным проектом, какое одно слово. И когда стал клиент называть вот это вот одно слово, от него сразу стали плясать мысли, смыслы очень важные. И у нас получился еще вот такой вот документ, что важно. И здесь был важен бренд. Для чиновников, когда мы рассмотрим данную аудиторию, очень важен контроль. Когда есть легкий доступ к информации, это контроль. Для руководства всегда контроль на первом месте. Также открытость, когда есть доверие со стороны жителей, прозрачность, когда есть доступ ко всей информации, там отсутствие барьеров. Ну, все такое тоже не совсем сразу понятно. Там смысл, связанный с объединением, что все источники в одном пространстве. Но все это процессы. А как бы суть была в чем? И мы добились за 2-3 часа общения, мы добились то, что клиент сказал важную фразу. И ради этой фразы приходится делать все эти разборы. Он сказал, ну, вы представляете, вот чиновники сидят, им постоянно нужно делать отчеты. У них отчетов куча. Эти отчеты нужно формировать. Чтобы собрать отчет, тебе нужно там скачать совершенно с разных мест, разную информацию. Ладно, скачать. Иногда ее нужно там вручную где-то найти. Потом это нужно как-то все объединить, скомпоновать, организовать. Только потом у тебя будет отчет. И они повторяются. А здесь суть этой системы в том, что вся информация о всех компаниях, бизнесах в данном районе и все-все-все уже существует и обновляется муниципалитетом. И тебе остается только нажать пару клавиц, чтобы там сформировать правильные столбцы, что тебе требуется, куда что скинуть. Нажать кнопочку, у тебя отчет готов, распечатался. То есть суть в том, что нажал кнопку и у тебя есть отчет. Ты экономишь время, у тебя все под контролем, информация никакая не теряется. Все идет от этого. И весь ролик был построен на этой основной главной мысли. После этого, когда мы определили главную мысль, наконец-то это надо делать на первом этапе, а не как у нас. И у нас текст сразу же сумел собраться. Мы выкинули, наверное, 70-80% информации, но для ролика, задача которого заинтересовать, показать доступные, понятно, более ее решения, это очень важно. При этом дальше по тексту надо было убирать канцелярит. Это когда пишут очень заумными словами, и когда ты общаешься с чиновниками, они тебе говорят вот этими вот страшными фразами. Но нужно делать, как будто ты делаешь для обычного человека текст. И максимально его упрощать. А также очень большая боль и проблема, это когда идут повторы смыслов по тексту, они даже есть сейчас у нас, уже потом мы это заметили. И с этим тоже надо бороться. И также спрашивать мнения, ну как минимум сторонних людей, а лучше, конечно же, профессионалов. И у нас получился текст. Можно посмотреть. То есть у нас текст был вот такой вот. При том, что мы уже не знали, что убирать. Но все-таки, если поднатужиться, мы его сократили еще на два абзаца. То есть сушим, сокращаем, как только возможно, чтобы была концентрация на одной мысли. И начали составлять сценарий. Дикторский текст, титры, визуализация. Как раз на этом этапе прописываются титры, когда у нас уже текст утвержден. Для того, чтобы мы понимали, выделяли главные мысли, которые важны, и чтобы также отражалось, если это видеоролик смотрит без звука. И стали собирать сценарий. Здесь у нас столбцы. Дикторский текст, титры, описание, визуализация. То есть, когда мы уже начали писать, в принципе, текст, в голове уже начали собирать то, как это мы будем визуализировать. И накидывали референсы, на которые можно было бы ориентироваться. Какие-то картинки из интернета. Для ребят, кто будет делать storyboard. Справа также вы видите storyboard. Это уже статичные картинки, которые потом будут анимироваться. Они согласуются. Точно определяется, что визуальная составляющая будет именно такая. И уже потом с ними идет работа, движение элементов, рук, переходы и так далее. То есть, storyboard помогает дополнить текст, во-первых, визуальными доказательствами. А в нашем случае задача была за счет схематичного показа данной системы, без перегрузки дополнительными смыслами, показать суть. Того, о чем мы уже написали в тексте. После этого следующий этап, это когда записывается дикторский голос. Это надо сделать сразу, утвердить его, чтобы потом уже не менять. Потому что все, что происходит в Motion Design, достаточно сложно подгонять, менять по хрону. И это дополнительная работа, поэтому голос дикторский должен быть сразу. Далее, собственно, идет Motion Design, и дальше сведение и звуковой дизайн, когда добавляются шумы, переходов, перескоков, нажиманий и прочего, которые добавляют темпо-ритм. То есть, без звука это немножечко смотрится затянутым. Когда появляются звуковые переходы, это смотрится более целостным. Это очень важный элемент ролика. И важные моменты, связанные с инфографикой. И тоже с донесением смыслов. Очень долго ты к этому приходишь, но в инфографике, если говорить про специфику, очень важно, и ребята это прям капали нам на мозг, и мы поняли, что они правы, в конце концов, что инфографика это максимальная схематичность и упрощение. То есть, один слайд, это должна быть какая-то одна мысль. То есть, один кадр, одна мысль. Мы все время говорили, давайте мы сделаем подробнее, давайте мы покажем, чтобы там было видно все списки. И они говорят, нет, это будет все отвлекать. Ну, давайте, чтобы стало понятнее, мы просто включим ролик и его рассмотрим. Законодательство Российской Федерации обязывает органы местного самоуправления вести единый торговый реестр. При этом количество информации для обработки муниципальными служащими постоянно растет. Все больше времени уходит на поиск необходимых сведений и составление отчетов. Решение этой проблемы было найдено в Одинцовском городском округе Московской области в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Разгрузить сотрудников способна новая программа «Электронный торговый реестр». Это карта с точным местоположением всех торговых центров, рынков, ярмарок, ларьков и пунктов общественного питания. Кликнув на нужный объект, вы моментально получаете подробные сведения о нем. Наполнением электронного торгового реестра занимаются муниципальные служащие. Вот, например, вот такой вот кадр. То есть, кажется, здесь настолько все условно и упрощенно, и оно смотрится якобы невкусно. Но смысл вот здесь вот добавлять какие-то еще конкретный текст, пункты, столбцы, нам это не важно. Нам не нужно делать так, как это реально выглядит. Нам нужно передать суть. Нам нужно передать, что вот там такой-то Иван Иванович, он админ, у него есть вот такие вот варианты с информацией некой, и что этой информации много. Вот такой был смысл. И реально не нужно ничего лишнего. И еще одна из больших ошибок, она связана с тем, что клиент, он начинает навязывать какие-то вещи, которые ролику могут быть вредны. Мы, конечно, максимально с этим боремся, но на некоторые приходится идти на уступки. То есть, например, часть, когда у нас появляется текст, сейчас storyboard открою. Вот эта часть, где попросил нас клиент настойчиво, что нужно показать постановление правительства Российской Федерации, обязательно, чтобы там присутствовал Медведев, что именно по этому проекту с подписью, такое пафосно, оно информации в ролике не дает. Но он сказал, что очень важно, чтобы присутствовало, что это связано с этим проектом, что это там все Медведев подписал именно в этом же направлении. Мы пошли навстречу, хотя понимаем, что это немножечко выбивается из ролика. И иногда лучше отстаивать ролик качественный и не соглашаться с клиентом и с ним спорить. Вот как бы вывод в этом. Но многое мы, конечно, умудрились отспорить и не ставить лишнего в ролик. Единственное, бывают такие моменты, когда хочется запихнуть очень много смыслов. И даже эти ролики, при том, что мы их очень сильно сужали, они тоже перегружены. И некоторые пункты, которые в ролике дальше идут, они не связаны с главной мыслью. Но просто важно уже дополнительно донести, что может данное приложение и какие у него есть преимущества. И ближе к концу ролика, если что-то возникает немного лишнее, это уже не так страшно. Они уполномочены вносить и корректировать сведения о торговых объектах района. Информация в базе обновляется непрерывно и синхронизируется с официальными данными Росреестра, а потому всегда актуально и достоверно. Используя данную систему, жители района могут проверить законность нахождения торгового объекта, его режим работы и ассортимент, а также воспользоваться... Опять же, ничего лишнего. Некое здание, видно, что это QR-код, телефон, условный город сзади, условное изображение. То есть никакой реалистичности, но она и не требуется. Но очень важно в таких роликах, чтобы были динамичные, интересные переходы, чтобы у нас кадр не просто пропадал и возникал следующий, а чтобы это все интересно переключалось друг с другом, перелетало, расширялся экран, что-то там, какая-то часть изображения расширялась или там направо как-то его сдувало и появлялось что-то новое. Вот эти вот динамичные переходы, они добавляют динамики, которая позволяет легче воспринимать, и этого часто в таких роликах не хватает. Ну то есть, когда у нас раз улетело-прилетело, не жесткая склейка, а через какие-то движения. Поняли смысл, опять же, как планшет сейчас возник, это тоже один из вариантов переходов. И теперь смотрим видеоролик уже для аудитории бизнес. Я теперь уже не комментирую, как мы его упаковали, какие тут смыслы, сами воспринимайте. Только в 2018 году в России зарегистрировано более 8 миллионов юридических лиц и 5,5 миллионов индивидуальных предпринимателей. И все они сталкиваются с одной и той же проблемой. Вместо эффективной работы представители малого и среднего бизнеса бесконечно составляют отчеты и пишут ответы на запросы органов власти. Они редко пытаются отделаться от бумажной волокиты обходным путем. Решить эту проблему удалось сотрудникам Одинцовского городского округа Московской области. Освободить предпринимателей от лишних запросов и собрать все сведения воедино поможет новая программа электронный торговый реестр. Здесь видно, как мы перевернули ситуацию и теперь уже все ведем от болей, проблем, которые присутствуют у бизнеса и как эта система помогает не мучиться с документами. Таким образом, органы власти самостоятельно получают ответы на запросы, а бизнес развивается свободно. Программа также поможет предпринимателям оценить конкуренцию на рынке и спрогнозировать дальнейший рост и развитие. Дальше вы уже посмотрите сами. Я оставлю ссылки на данные ролики в описании. И напоминаю, если вам нужна помощь в создании такого видеоролика с живым видео, которое мы можем снять с видео с инфографикой, пишите в один клик по ссылке в описании в WhatsApp или переходите на сайт, оставляйте заявку. Если вам интересна тема продвижения бизнеса с помощью видео, тема создания сценариев в том числе, упаковки ваших продуктов в видеоролики и их продвижения, подписывайтесь на канал, потому что мы еще планируем сделать, ну как минимум разобрать три видеоролика. Для этого нажимайте справа внизу на логотипчик, подписаться, ставьте колокольчик и обязательно поставьте, чтобы к вам приходили все уведомления. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!